Это игрушка тепловоза ЧМЭ-2 И это списанный тепловоз ЧМЭ-2 А это музейный экспонат тепловоза ЧМЭ-2 Но мы не будем говорить об игрушках или музейных экспонатах На этот раз звездой фильма является тепловоз ЧМЭ-2 Впрочем, вы это уже слышали от другого дедушки Друзья мои, всем привет В предыдущем ролике мы дивились на когда-то самый мощный в мире электровоз ВЛ-86Ф Сколько-то там киловатт, вольтампер, синхрофазотронов, элеронов Но что по итогу? Электровоз выпустили в одном экземпляре Так он толком и не пожил А в настоящее время вообще рип Ой-ой, ну зачем столько мощности? А вот ЧМЭ-2, впервые выпущенные 60 лет назад До сих пор чувствует себя как Элвис Пресли в песне «Все в порядке, мама» Вот его-то сердечного мы и обозреем И только наш канал позволяет увидеть оригинальный лог чехословацкий типа Т-435 Находящийся в прекрасном музее города Лужно в самой Чехии Ставь лайк, если ты тоже хочешь в этот музей Немного исторической справки В 1871 году в тогдашней Австро-Венгрии создается завод ЧКД Соколова, который, разумеется, начинает строить парики В 1918 году на обломках Австро-Венгерской империи возникло новое государство Чехословакия Соответственно, и железные дороги перешли по наследству Поначалу мощностей завода хватало, чтобы только покрыть потребности внутри страны Но затем ребята развернулись и начали строить не только паровозы, но и тепловозы Электровозы, да все красивые, удобные, надежные Другие страны платили инвалюту, чтобы только заполучить себе хотя бы кусочек от чехословацких локомотивов Которые нескончаемым потоком шли в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию, Ирак, Албанию, Сирию и Индию И имя им – Легион В 1953 году ЧКД выпускает четырехосный тепловозик Т-434 Смешной аппарат с дизелем мощностью 700 лошадей Всего их сделали 8 единиц Как он выглядел – неизвестно Вот все, что мы смогли отыскать Но, друзья мои, 434 серия явилась основой для создания в 1958 году еще более мощных машин Т-435 Прям как терминаторы какие-то Вес тепловоза составлял 60 тонн и скорость конструктивная тоже 60 км в час Ну так вот, стали ребята уже все испытывать эти машины-то Смотрят, а тепловозы-то что надо Четыре дорожки, стереофония, элегантный внешний вид, абсолютно новый Всего было построено 145 тепловозов этой серии И выпускались они до 1963 года Группа Битлз даже отреагировала на это своим первым студийным альбомом «Плиз Плизми» А Советский Союз тут как тут Шо это за поезда у вас такие А сколько стоят А можно ли купить А дайте два в одни руки А ЧКД Соколова главное что Плати бабушке И будут тебе тепловозы Любой каприз за ваши деньги Два, дайте два И получили железные дороги СССР уже в 1958 году Два новых тепловоза Названных ЧМЭ-2 Только их немного пофиксили для МПС Поставили автосцепки, чем увеличили вес машины на две тонны И еще скорость подняли до 70 км в час Ну типа с АПСА на минималках ЧМЭ-2 означает чехословацкий, маневровый, с электрической передачей второго типа Если кто не в курсе, первым был ВМЭ-1 из Венгрии Обкрашивался тепловоз довольно строго В темно-синий, черный и серый тана В 1959 году этот локомотив проходил испытания в Щербинке Испытатели в целом похвалили машину Хотя и внесли предложение об ее улучшении Собственно, с 1959 года и начался серийный выпуск этих машин Строились ЧМЭ-2 по 1965 год включительно И всего МПС закупил 522 тепловоза Интересно, что несмотря на довольно малый тираж Внутри этой серии можно выделить еще пять подсерий Отличных по конструкции кузова, тележек и оборудованию Первые подсерии это номера с 003 по 062 Обратите внимание на тележки Челюстные, так называемого пенсильваньского типа Даже в Чехии прослеживаются корни американской школы Кроме того, запомните, как располагаются жалюзи На передней части капота перед холодильником снизу А торец капота имеет одну дверь без жалюзей Вторая серия имела номера с 063 по 211 С нее были внесены самые большие изменения в конструкции Во-первых, тепловоз стал длиннее на 800 мм Выше и шире Бросаются в глаза измененные тележки Появились треугольные фартуки Боковые жалюзи у компрессора переехали наверх А торец капота обзавелся даблдором Да еще с жалюзями Компрессору на радость надо полагать Запас топлива возрос до 3500 литров А объем главных резервуаров увеличился с 700 до 1000 литров И скорость выросла с 70 до 80 км в час И смотрите, со 130 номеров изменилась форма топливного бака С третьей подсерии номера 211 и 342 появились бесчелюстные тележки Обновилась аккумуляторная батарея И компрессор вместо двух стал трехцилиндровым Это круто Номера четвертой подсерии с 343 по 412 А пятая, крайняя, 413, 522 номера Внешнее отличие Кабина обзавелась тремя окнами вместо двух А часть боковых дверей капота лишились жалюзей Окей, давайте же наконец посмотрим поподробнее на оригинальные чешские ЧМ-2 Располагаемые в музее города Лужно Видите номер? 145 это значит, что перед нами самый крайний номер данной серии И кстати, тут не одна чмуха, а целых три Вторая, 139 стоит позади Глядите, друзья, какое состояние машины А ведь тепловозу уже 56 лет На Локи установлен четырехтактный шестицилиндровый однорядный дизель 6С310DR Длительной мощностью 750 сил Специально разработанный для тепловозов Это тебе не 2D100 с подводной лодки Диаметр цилиндров 310 миллиметров Ход поршня 360 миллиметров Охлаждение цилиндров водяное Дизель вращает генератор постоянного тока А тот в свою очередь питает током четыре тяговых электродвигателя А там вдалеке третий ЧМ-2 И еще тепловоз похожий, но другой серии Чисто европейская тема, упряжь и буфера Подписан каждый концевой кран И даже рукоятки оборудованы фиксаторами Нумерация для внутреннего и внешнего рынков, разумеется, отличалась Надо же, как блестит Как кузов автомобиля, себя можно увидеть Полагаю, что вряд ли местные машинисты Обтирали эту машину дизельным топливом Вот заводская табличка Год изготовления 63-й Бак на 1400 литров и всякие надписи на борту Оригинально покрасили фартуки тележек в красный цвет На стиле, как тормозные субпорта на ровных точилках Песочные люки на подножках Вполне удобно А вот фича Роспись какой-то рок-звезды Может, сам Кейт Ричардс приезжал чекать тепловоз Суровый козырек над окнами кабины А иначе залет, я тебе говорю, и все Вот такая прекрасная машина Находится в славном чешском музее Наряду со многими другими экспонатами Если вам хочется увидеть отдельный ролик про них Напишите под этим видосом Спасибо Однако, вернемся в Россию ЧМ-2 120-й в музее на Рижском вокзале Вторая серия Но не верь глазам своим, как говорится Это не 120-й номер, а 121-й Их подменили в 2008 году Впрочем, ничего нового Но вот что интересно Помните, в ролике про Т-2 088-й Мы показывали кадр, где он еще в работе В фильме, когда деревья были большими Так вот, машина, которую вы сейчас видите Тоже снималась в кино Фильм Эльдара Рязанова Вокзал для двоих Кинозвезда, а не тепловоз Я вам больше скажу Еще один ЧМ-2 115-й Снимался в фильме Сос над тайгой А ЧМ-2 116-й в мелодраме Вам и не снилось Товарищ Ди Каприо нервно курит в сторонке А теперь Это машина-призрак Машина-свидетель чернобыльской трагедии Тепловоз 63-го года выпуска Приписанный к ТЧ Чернигов, Украина После аварии на ЧАЭС был брошен На бывшей станции Посудова В зоне отчуждения чернобыльской АЭС Да не один, а с легендарным Т-3 Но горе тому сталкеру Который с дуру захочет подивиться Настоящие там локомотивы Радиация такая, что Мама дорогая Это тебе не огненный муравьик, а не балов Не стоит трогать эти тепловозы Что бы еще интересного Рассказать про ЧМ-2 Ага, а как вам, друзья, такая машина Под номером 024-й Это единственный сохранившийся аппарат первой серии в России Вернее, был таким до 2017-го года Пенсильваньские телеги Короткий капот Угрюмый окрас Красота Увы, ни один музей не взял эту машину себе Правильно? Совершенно незачем И порезали бедолагу в августе 2017-го года в металлолом Не ведают, что творят А ведь добрые фермеры выпустили даже модель теплика под этим номером Зацените Тем не менее, по состоянию на 2019-й год Из 522-х построенных тепловозов Еще 31 машина продолжает трудиться А ведь всем им по полвека и больше При этом сейчас самый древний Это ЧМ-2-091 Работающий в Украине, Одесса Где-то там в порту Но что-то его жестко заколхузили Прожекторы-то какие, а? А из российских 121-й Который по факту является 120-м И ползает в Московской области Самый поздний работающий ЧМ-2 519-й Львовская машина Подводя итог, можно сказать, что Парад получился действительно удачный Простой и надежный, как собака Но машина была маломощная Малопригодна для маневровой работы Несмотря на это, на ГЖД, к примеру ЧМ-2 активно использовали с пригородными И даже сборными поездами на тепловозном ходу А нехватку мощности компенсировали работой по СМЕ Машинисты отмечали еще повышенные вибрации дизеля На холостом ходу, передаваемые на кабину Что делало работу не очень комфортной Зато на промышленных предприятиях Тепловоз находился в своей тарелке И мощности хватает с избытком Большой плюс двухосные телеги Что позволяет вписываться в кривые малого радиуса А также малая нагрузка от оси на рельсы И просто отлично ЧМ-2 смотрится и на железнодорожном макете Такая модель пройдет в самых радиусных кривых А эксплуатация с конца 50-х и по наши дни Делает его местом на макете почти любого временного отрезка Хотя разумеется, лучше юзать модель не с современными унылыми локами Окрашенными в корпоратив А с ламповыми поездами Такими как, ну скажем, полярный И обязательно под тяга ВЛ-19 Наши друзья, компания Евротрен, успешно упускает такие девайсы То есть, натурально в продаже имеется прекрасный фирменный поезд полярный С вагонами и электровозом Кто не в курсе, Евротрен это единственный в России производитель локомотивов В 87-м масштабе И не только локомотивов Ребята сумели объединить под одним брендом и макетную студию И сеть магазинов для моделистов А также производство масштабных железнодорожных моделей В том числе и по специальным заказам И вот он, набор из четырех плацкартных пассажирских вагонов в масштабе 1 к 87 Модель окрашена в темно-вишневый цвет На корпус нанесены номера вагонов И обозначение фирменного поезда Полярный, следовавшего по маршруту Мурманск-Ленинград Реальные вагоны производились с 59 по 69 годы Вагоностроительным заводом в Твери Это первые плацкартные вагоны, произведенные в СССР с цельнометаллическим кузовом В прежние годы из Мурманска ходили два фирменных поезда Один из них Арктика, Мурманск-Москва, а второй Полярный, Мурманск-Ленинград Полярный ходил с 60-х по 94-й годы Арктика, наряду с Полярным, Красной Стрелой и Юностью В советские годы считались лучшими поездами на Октябрьской дороге А в СССР каждый фирменный поезд был индивидуален во всем Поездные бригады боролись за звание лучшего поезда Первые составы Полярного состояли из вагонов КВЗ темно-вишневого цвета С первым советским электровозом ВЛ-19 Окрашенным цвет самого фирменного поезда Состав обычно состоял из 15 вагонов Половина плацкартных, половина купейных, мягкий и вагон-ресторан Поезд отправлялся из Мурманска ежедневно в 8.40 утра А прибывал в Ленинград на следующий день в 12.20 Полярный был самым быстрым урманским поездом А какое там было меню, эх В общем, друзья, прекрасные модели вагонов от Евротрейна Выполненные на высочайшем уровне Ну а про ВЛ-19 от той же компании можно говорить вечность Действующая модель Собрана из 296 деталей Вес почти полкило Очень круто На тесте пациент легко тянул за собой 24 четырехосных пассажирских вагонов Такосъем выполнен на всех шести осях Бериллиевые подшипники в буксах Косозубая передача Это даже суровее, чем на прототипе, да еще с приводом на четыре оси Двигатель с пятью полюсами Восьмибиновая плата Имеются разъемы под декодер и динамик Антураж в кабине Поручни из полиамида Не сломаются Достоверные накладные таблички, выполненные методом фототравления Ну а ходовые свойства агрегата выше всяких похвал Небыстрый, очень плавный и почти бесшумный ход Сразу при движении включается освещение Мощность средняя, но благодаря диагональной обрезинке двухколесных пар Более чем достаточная Для создания модели было сделано 14 оригинальных пресс-форм Освещение буферных фонарей Ведь там такие маленькие кронштейны, что провести незаметно провода Ювелирная работа, но ведь сделали И кстати, кроме такого окраса электровоза В ассортименте имеется еще четыре других На выбор Ну и до кучи в комплекте идет некий зип Куда уложены всякие штучки Например, дополнительные трубы для тормозного цилиндра Если хочется просто держать модель на стенде Купить модель ВЛ-19, равно как и вагоны фирменного поезда Полярный Можно в Москве, станция метро Трубная и Маяковская Или в Питере, метро Технологический институт Иногородние джентльмены могут заказать аппараты через интернет Ссылка на компанию Евротрейн, разумеется, будет в описании Друзья мои Ролик мы почти досмотрели Спасибо большое Если кто-то еще не подписан на канал То подпишитесь, прям не знаю И комменты черканите что ли И оцените труды лайком или дизлайком Подписывайтесь на нашу эксклюзивную группу в ВК и на инсту И заходите на стримы, там всегда рады хорошим людям Еще раз всем спасибо, всем удачи и до новых видео А вот еще вспомнил Если кому интересно, можно сделать подробный обзор Показанный в начале модели чмухи Напишите в комментах тогда Пока-пока